Приветствую вас в нашей студии, господин Андрейсик. Огромное спасибо, что пришли. Это ужасно для каждого украинца. Это в сердце у нас на самом деле. Это трагедия ужасная, которая имеет место на востоке. Это война, навязанная нам со стороны русских оккупантов. Она имеет невероятный, неотрицательный эффект. И один из этих эффектов или следствий, если правильно сказать по-русски, это нарастающее количество беженцев. Людей в одном моменте поломали жизнь. Дома брошенные, уже их, кстати сказать, в Крыму продают. У нас есть такая информация, сдают аренду. Это дети, которые остались без школ, люди без средств к существованию. Каковы масштабы этой катастрофы? Вы абсолютно прав. Мне позвольте начать с этого русского слова «бегать», появляется слово «беженцы». Но на самом деле это украинцы, которые в рамках страны. Они бы могли быть беженцами, названными, если бы перешли украинскую границу. Некоторые говорят, перешли на сторону России. Корректно их было бы хорошо называть внутренние перемешенные лица. Из международной точки зрения, они гражданины Украины. То, что происходит, то, что люди в шоке, это понятно. Для нас, как организации, которая работает с беженцами и внутренними перемешенными лицами уже 50-60 лет, к сожалению, мы это видим в ежедневной работе от Афганистана по бывшую Югуславию, Грузию. И действительно нарушается самое для меня главное право человека — жить в своем родном доме, жить рядом своих соседов и не быть вынужден покинуть под угрозой свои родные места. Масштаб после Крыма мы смотрим на эту обстановку, которая развивается достаточно медленно, только три месяца от референдов на Крыму. До сих пор только с Крымом ожидаю, возможно, предусмотреть где-то 10 тысяч людей въехало. Официально, что никто не может подтвердить, потому что не существует ни одного центрального регистра. Никто людей не берет на учет, ни на местные уровни. Люди считают, как попало. Конечно, когда люди приезжают, первое, что надо, крышу над головой, никто не думает смотреть, кто приехал, как фамилия, телефонный номер, сколько детей. Но это очень важные данные. Сегодня в этой обстановке я в нашей организации посчитали где-то 15 тысяч заявителей на всякую помощь, социальную помощь, на пособие, на пенсии. Люди, которые обращаются в Министерство внутренних дел, миграционную службу, им надо новые документы или продолжить документы. Но эта статистика очень нечеткая. Она нечеткая, потому что не только что всех не записывают, и на каждой уровне записывают по-другому. Но многие люди боятся. Те, которые въехали из Крыма, очень часто вывезли семьи, оставили семьи и детей именно в западной Украине. И некоторые вернулись, чтобы там смотрели за своим имуществом, за домами и квартирами. Что видим за последние недели из восточных регионов, там обстановка достаточно так обострилась. Там такой бандитизм, там такие уже боевые действия происходят, что многие люди въезжают уже в шоке. И мне до разговоров. И больше, чем въезжающих из Крыма, они боятся сказать, кто они, с какой улицы приехали. Потому что очень многие люди, минус Донецка, где в принципе все мирно, если им угрожало, что они были проукраинские, или они были журналистами, или они были про Майдан, они просто боятся, что кто-то придет к их родственникам, к их соседам. И для этого считать людей сегодня очень тяжело. Слушаю и не верю, что это все в моей, что это все в моей стране происходит. Мы вчера, у нас вчера были, и не только вчера, вчера в частности были люди, которые относятся к числу, как вы говорите, перемещенных лиц внутри страны. Они говорят удивительные вещи, что государство фактически не работает, государственные структуры. Министерство нашей социальной политики объявило горячую линию для таких людей, но дозвониться туда, звонить туда смысла никого нет, потому что ты попадаешь на автоответчик, и он тебя сбрасывает. С другой стороны, мы имеем большое количество организаций общественных и людей, добровольцев, волонтеров, которые жертвенно просто помогают этим людям. Как бы вы оценили масштабы государственной помощи, если такая существует, и роль общественных организаций, соотношение? Ну, вы правы, мы тоже проверили эти горячие линии, которые начались пару месяцев тому назад. Не только, что там бывает ответчик, иногда даже этого не бывает. Суббота, воскресенье, прошлый векенд, понедельник, никто не брал трубку, потому что был праздник. Другое, что очень получается, люди дозвонятся на эту линию, им дадут телефонный номер, один, другой, и они идут под подсепочки, и, наконец, дойдут снова, где начали. Третий вариант очень часто, и, слава богу, если возможно так сказать, есть очень много неправительственных организаций, волонтеров, которые взялись за то, чтобы помогали людям действительно, с жильем, с едой, даже с одеждой, с медикаментами. И очень часто, как мы видели и видим до сих пор, эти горячие линии отказывают на неправительственные организации. Сравнивать очень тяжело. Государство не было подготовлено на такой масштаб проблем. Это проблема, которую тяжело было предусмотреть полгода тому назад. И для этого нет структуры, нет механизмов, нет законодательства. И с точки зрения государства я понимаю, что премари-городов, губернаторы не имеют инструкции. Каждый делает по-своему, по-человечески ответы. И я бы сказал, что мы видим, что слышим от людей. 80-90% помощи идет от людей. Приносят от сала, от огурцов, носки, трусы, лекарства. Берут секонд-хенд одежду, лекарства, берут людей домой в приют, отдают свою дачу. Но на другой стороне бизнес. Я встретил и видел много помещений, гостиниц, которые бесплатно дадут комнаты. Санатория, которые в приватных руках открыли свою дверь. Конечно, там расходы, там вода, теплая вода, тоже стоят деньги. Но до сих пор помощь людям, которые нуждаются в различных степенях. Некоторые люди приезжают с деньгами в карманах. Некоторые приезжают с чемоданом. Есть люди, которые обокрали на последнем блокпосту и не имеют даже мобильный телефон. Как помочь этим людям, которые разброшены по всей стране? Между 15 до 30 тысяч таких людей, я уверен, есть. Очень тяжело их найти. 30 тысяч, вы сказали? Я бы сказал, от 15 до 30 тысяч. 15 тысяч это только людей, которые посчитали местные власти. Людей, которые обратились за какую-то форму помощи. По данным, которые мы догадываемся, этих людей минимально в два раза больше. Многие люди не обращаются. В первую очередь, почему? Никто не верит, что им поможет. Им уже кто-то помог. В первую очередь, очень много людей. Это типичная обстановка для такой ситуации. Человек думает, я вернусь через неделю. Я в своей работе много раз встретился с людьми, которые приехали, оставили корову и думали, что через день к ней вернутся. У нас, извините, что позволил все вас перебить. Ведь у нас колоссальный опыт у нашего народа, связанный со Второй мировой войной. Поколение родителей моей жены должно было уйти. И они думали, что на месяц, на два, на три, а в 70-60, 70 лет уже прошло. Извините, пожалуйста. Нет, этот опыт не только Вторая мировая война. Да, естественно. Это Первая мировая война, большевистская революция. И это Чернобыл. Да, да, да. Сколько людей надо было вывезти в течение очень короткого срока из препятствий, из более 100 деревьев. Для этого существовала тогда система, мощная, советская система, которая представила автобусы, построила новые деревни, дома. Сегодня этого нет. Это, конечно, осложняет обстановку тех, которые выехали. Мы провели уже несколько сот интервью с людьми. Мы ждем на вокзалах, мой персонал разброшен по всей стране. Сколько людей у вас под вашим руководством? К сожалению, мы это не ожидали тоже. Наша работа здесь касалась беженцев. Это значит людей, которые приехали на Украину с других стран. И у меня всего 30 людей в этой стране. С нами работает где-то еще 100 людей в неправительственных организациях. Социальная и юридическая помощь. Но теперь мы взяли только 20 людей экстра дополнительно, которые действительно проводят только интервью, посещают эти санатории. И сами острые граны, когда замещают, мы можем помогать. Да, я хотел спросить, а вот представители наших общественных организаций, активисты, они могут обращаться к вам и работать с вами? Они уже обращаются. Да, обращаются. СОС Крым, СОС Восток, Волна, Волвиве еще помню. Есть десятки организаций. Мы держим контакт где-то с половиной губернаторов и неправительственных организаций. Половину регионов по Украине. Что отсутствует, это все хорошо, что так много помощи поступает, что люди готовы, вы сказали, пожертвовать. Действительно, люди откликнулись и помогают другим людям. Но что моментально отсутствует какая-то центральная, координированная, системная помощь этим людям. Эти люди выезжают и не знают, что будет завтра. Эти люди, если имеют номер горячей линии, если дозвониться, все равно, даже если их устроят в какой-то санаторием, если они в этом санаторием неделю, две. А потом, что возникает вопрос? Да. И санаторием очень часто в области, в которых рекреационные зоны, там нет работы. Много людей бы купило себе кусочек земли, купило бы новую квартиру, если бы могли продать то, что в Крыму есть. Я не знаю, если уже люди продают. Не могут, там нет нотариата, там невозможно ничего. Никто не продает, не продаст. В такой обстановке надо думать вперед. Не только вперед, что в октябре уже будет холодно, что некоторые люди сегодня уже живут в палатках. Некоторые люди разброшены по пионерским лагерям. И вы прекрасно знаете, что такое пионерский лагерь для взрослых со семьей. Но в октябре, ноябре будет холодно. Некоторые санатория, они затеплены, они для летнего режима. Распределять землю, в конечном счете придется новую этим людям, кредиты возможно давать, чтобы построили новые квартиры. Но, конечно, никто с этими средствами, с которыми мы приехали, которые теперь выдаются на ежедневную жизнь, очень часто, прокормить землю. Без работы никто не может даже позволить себе арендовать. Последний, может быть, вопрос, господин Андрейсик. Чем мы, журналисты, можем помочь в этой ситуации? Чем вы, как телевидение? Мы, как журналисты, да. В первую очередь, не увеличивать катастрофический масштаб этого дела. Он действительно печальный и для очень многих людей лично катастрофический, но масштабы этой проблемы еще дают надежду, что их возможно урегулировать. Не увеличать количество людей, не угадывать, когда невозможно. На другой стороне, было бы очень хорошо, если бы журналисты в своих возможностях, в своей среде узнали, какие горячие линии существуют, какое законодательство, какие процедуры, куда люди могут обращаться за первую помощь. Если это не к правительственной организации или к правительству, это все равно. Помощь – это помощь. Спасибо вам за этот разговор. Дай вам Бог успехов и нам всем мужество пережить это все. Спасибо товарищу Путину. Я желаю Украине, чтобы из этого вышло. Чем скорее. Спасибо вам. Спасибо товарищу Путину, который нам все это подарил. Олдрих Андрейсик, региональный представитель Управления Верховного комиссара по делам беженства ООН. Пунионных наций. Субтитры создавал DimaTorzok